Кроме того, были еще 2-5 с ней, 0-5 в гостях, и в варианте предстает невероятно грозной силы. Не, Руди Гарси при Роберто Мартинесе, конечно, главном тренере сборной Бельгии. Эта звездная команда в тренере Руди Гарси показывает гораздо больше при этой схеме, которую удалось открыть счет Галла. Совсем скоро на 16-е удается Адрису Мертенсу, паса Кевина Дебрёйна. Гол не совсем, а чистого гола в этом поединке ждал Адрис Мертенс. 25-я минута, и здесь Мертенс выступает уже в качестве ассистента. Передача на ход Эдену Азару. В целом получается отличная комбинация, выбивает мяч вперед. Эдену Азару была довольно долго, за 300 минут. Но вот здесь Эстону, ну а в качестве ассистента выступает Тайо Тенниста. В следующую серию в своей карьере Тибо Куртуа он впервые не пропустил в 7 матчах подряд. В 5-й поединках, которые эту серию завершил, он пропустил в товарищеском матче против сборной Голландии. 1-1 сыграли этого официально. Немножко отвлеклись, а тем временем Яник Феррера Караско после передачи Лукаку забивает четвертый мяч. Свою удовлетворены счетом на табло. Выяснилось нет. И вот этот гол Феррера Караско просто-напросто дал какой-то ураган. И Рагнар Клаван, по сути, второй мяч в собственные ворота забивает. Но если предыдущий все-таки записали на Мертенса, то этот уже с очень острого угла. И можно понять вратаря Аскалу, который не сумел среагировать на изменение полета мяча. Ну а это уже Мертенса. Он матч до того еще не забивал. Но Адрис Мертенс решает всех перехид. На этом бельгийцы не успокоились и в первую очередь не успокоился Ромелу Лукаку. До этого несколько раз он по ее теннистерам. Это еще не все. Чуть позже Лукаку выходит один на один. Сорота место в группе H. И понятно, что... Лукаку выходит один на один. Сорота место в группе Х. Лукаку выходит один на один. Сорота место в группе Х. Сорота место в группе Х. Лукаку выходит один на один.